Пам-пам! Всем привет, с вами Карина! Решила составить топ-игр по комиксам на Sega Mega Drive. Если вы считаете, что я что-то упустила, можете написать об этом в комментариях. И на пятом месте The Punisher. Однажды Фрэнк Кассел со своей семьёй были на пикнике, где внезапно появились бандиты и жестоко убили его семью. Так закончилась его жизнь, и начинается новое. Теперь он известен как Каратель, и месть его будет страшной. Оформление игры выполнено добротно. Каждый удар сопровождается специфичной для любого комикса фразой, и выглядит красиво. Использование окружения просто поражает. Об стену не только можно размазать вражеские морды, но и отталкиваться от них при прыжке. Если угодно сыграть в кооперативе, то в помощь вам даётся Ник Фьюри, глава организации ЩИТ. Четвёртое место. Иксмен. Профессор Чарльз Хавьер создаёт в особняке Людей Икс тренировочную зону, так называемую опасную комнату, представляющую собой помещение больших размеров, способное генерировать различные экстремальные ситуации. Здесь подопечные профессора могут попрактиковаться. Неожиданно опасная комната вследствие неизвестных причин выходит из-под контроля. Происходит генерация ситуации, потенциально опасных для тренирующихся, и дальнейшие тренировки становятся невозможными. Впоследствии выясняется, что в исходный код программы помещения был запущен вирус, полностью переписавший его. Третье место. Spider-Man The Animated Series. Игра про Спайдермена, представляющую собой платформер. Сюжет игры сделан по комиксам, поэтому описывать его не имеет смысла. Наш паук умеет всё, что должен уметь. Карабкается по стенам, стреляет паутиной, очень хорошо дерётся. Истребляя роботов и других врагов, надо прорываться к выходу. Графика в игре хорошая, персонажи неплохо анимированы. Игра получилась интересной и захватывающей. А также на третьем месте Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Видеоигра в жанре beat'em up. Клетуса Кэссиди, он же суперзлодей Карнаж, заключает в психиатрическую больницу Ravencroft Asylum. Там он узнаёт, что инопланетный симбиот изменил его кровь, в результате чего Клетус может сам создать копию симбиота. В более поздних выпусках было сказано, что симбиот выжил и прикрепил себя к голове Клетуса, проникнув кровь. Кэссиди вновь становится Карнажем и сбегает из тюрьмы, попутно освобождая других суперзлодеев, создавая семью убийц вокруг него, куда входит его возлюбленная Виск и злой двойник-мутант Человека-паука Тобельгангер, чуть позже Дима Гоблин и Падаль. Из-за этого Человек-паук вынужден объединиться со своим врагом Веномом. Второе место. Бэтмен Форевер. Бэтмен вновь выступает на тропу войны со злом. Двуликий и Загадочник с помощью телепатического устройства терроризирует Готэм. А также на втором месте. Из лечебницы Аркхем с помощью мистера Фриза сбежали трое опасных злодеев Готэма. Джокер, двуликий и безумный шляпник. Действие игры чрезвычайно хаотично. Врагов вокруг Бэтмена не просто толпы, а орды и тучи. В игре очень классная графика и музыка, ураганный геймплей и запоминающиеся битвы с боссами. Первое место. Робокоп vs. Терминатор. Робот-полицейский Робокоп противостоит суперкомпьютеру Скайнету. Скайнет, выйдя из-под контроля ученых и развязав мировую войну, посылает в прошлое роботов-убийц. Терминаторов, чтобы уничтожить Робокопа. Робокопу нужно остановить Терминатора и добраться до Скайнета. Один из лучших представителей своего жанра на платформе. Экран постоянно заполнен радующими взор мелочами. Пули и бумажки всякие летают, штукатурка сыплется, осколки стекол, кровь плещется. Кстати, о крови. Кое-что придуманного создателями не прошло цензуру. Но набрав код, вы увидите полную, неурезанную версию игры. Но даже с цензурой это одна из самых кровавых игр на Мега Драйве. Игра получила в основном высокие оценки критиков.